Всем привет! С вами Эльдар Муртазин. У меня сегодня очередной ноутбук, который я захотел попробовать. Это MateBook X Pro 2023 года. Он практически ничем, кроме процессора, от прошлогоднего не отличается. Здесь Intel i7 13-го поколения, в прошлом году был 12-го поколения. Я, кстати говоря, не думаю, что это большой плюс, потому что можно все еще, правда, дорого, купить предыдущие машинки. Они по корпусу, по исполнению ничем не отличаются, практически не отличаются. Белый цвет, он такой бархатистый. Многие думают, что это soft-touch, который там нанесен специально. Магниевый сплав это премиум-версия. Есть обычная версия, знаете, так хочется назвать, regular edition или что-то подобное, то есть такая обычная повседневная штука. Но отличие, помимо того, что там алюминий, здесь магниевый сплав и в весе. Этот весит 1,26 килограмма, а тот весит грамм на 200 побольше. То есть уже ощутимо. Второй момент связан с тем, что в премиум-версии, помимо материалов, зарядка идет другая, 90 ватт, а не 65 ватт. Зарядку сейчас покажу отдельно. Но, собственно говоря, в остальных характеристиках экран, возможности его. Экран здесь 14,2 дюйма, к слову сказать, поддерживает 60 и 90 герц. Все остальное плюс-минус сравнимо. Это премиальная машинка, не только премиум-эдишн, но вообще, в принципе, премиальная, которая служит, знаете, как заменой макбука про и целится в ту же аудиторию. И мне, в принципе, этот подход нравится. Здесь Windows 11, домашнее издание. Вы можете его активировать сразу, когда начинаете работать. Это не Pro версия. Но это вот извечный спор, что лучше macOS или Windows. Я в нем не участвую, могу работать и там, и там. Но к этой машинке у меня есть несколько вопросов, которые, скажем так, меня несколько останавливают от того, чтобы бросить свой 13-дюймовый MacBook куда-нибудь в окно и сказать, нет, все, я перехожу на Windows, я перехожу на MatePad от Huawei. Они по размерам примерно одинаковые. Ну, в общем-то, удобства примерно одинаковые, потому что когда-то давно Huawei стал копировать MacBook с точки зрения клавиатуры, формы. Вот если не брать цвет и оформление, а брать вот форму, да, этот корпус очень напоминает предыдущие MacBook. Ножки, как он оформлен, как реализовано здесь охлаждение и так далее и тому подобное. Поэтому переход, в общем-то, не составляет труда. И мне очень нравится здесь клавиатура. Клавиатура тоже сильно напоминает ту, к которой я привык на MacBook. Но давайте посмотрим внутри, что здесь происходит и как работает эта машинка. Но начнем с самого простого. Тест на открытие одной рукой. Стоит машинка, открывается, никаких проблем здесь нет. Закрыть достаточно легко. При этом, обратите внимание, очень вот звук, вы знаете, он реально классный, потому что он очень мягкий такой. И в этом премиальность тоже, в общем-то, есть. Два USB Type-C порта. Здесь выход динамиков. Ножки резиновые, достаточно хорошие на винтах. Прорезь для охлаждения. Тут тоже и охлаждение, и динамики. Вырез очень приятный. При этом, у меня почему-то многие говорят, ой, какой классный пластик. Это не пластик, это магниевый сплав. Но он за счет вот этой бархатистости, нет ни следов от рук, нет следов от грязи. Причем вот они на наклейке остаются. Очень-очень классный корпус. Во всех смыслах. Переворачиваем его. Три с половиной миллиметра. И два разъема Thunderbolt 4. Ну и, соответственно, USB Type-C совмещенные. Вот я работал сейчас с ним буквально пять минут. Давайте посмотрим. Ничего тяжелого не делал. 35 градусов. Здесь вот процессор. Он греется достаточно заметно. Аппарат тонкий, легкий, приятный. Есть, соответственно, распознавание лица Windows Hello. Называется экран Full View. То есть, вот эти рамки считаются маленькими. Рамки, тем не менее, есть. И в этом аспекте сказать, что, блин, ребята, рамок нету нельзя. Рамки, они присутствуют и существуют. Давайте посмотрим, наверное, на параметры. С точки зрения батарейки. Батарейка здесь у меня, к сожалению, расходуется достаточно быстро. В этом плане я, конечно, буду жаловаться, потому что от 6 до 8 часов работы. При вот тех настройках, которые есть сейчас. Правда, яркость у меня обычно не выкручена на максимум. Вот это максимальный 500 нит. Экран 14, 2 дюйма. И экран очень хороший и по разрешению, по качеству. Но вот у меня примерно экран, давайте считать, 50 процентов, даже меньше, да, в пользу этого ноутбука сейчас. И разряжается он, ну, блин, быстро, ребят. Очень быстро. И это меня прям пугает, потому что то, насколько быстро разряжается эта машинка, так не должно быть. Ну, хотя, с другой стороны, почему нет Windows-машина? Я испорчен просто макбуком на ARM-процессоре. Реально, 15 часов минимум работы. Это не постоянно, а в течение недели 18 часов. Это достижимые результаты на MacBook Pro. Здесь это просто фантастика. То есть, за время работы на MacBook Pro мне эту машинку надо заряжать 2-2,5 раза минимум. Значит, скорость работы, быстрый процессор, хорошо, но выводит тепло, в том числе и сюда. На MacBook M2 я на это жаловался, давайте смотреть, как греется панель с клавиатурой. 33 градуса слева, 32,7-32,5 справа, по центру 36,6 сейчас. При этом я ничего не делаю с этой машинкой сейчас, да, но мы вот пока с вами разговариваем, пока мы общаемся относительно того, что она умеет, как она умеет, я обязательно вам покажу нагрев, потому что работая в варде, вот он начинает разогреваться вот здесь, работая в варде, я получаю температуру где-то по центру в 38 градусов минимум. Минимум. И это простая задача. При этом режим энергосбережения у меня не стоит. У меня стоит сбалансированный режим. Есть максимальная производительность, максимальная эффективность энергопотребления. Фирменная фишка FNP. Это включение производительного режима. Без подключенного источникового питания вы его включить просто не можете. Зачем это нужно, не очень понятно. И вот здесь мы встаем, да, в упор. Тут нет каких-то сложных программ. Осталось приблизительно работать 4 часа 7 минут только что было написано. А вот теперь смотрите, да, это была фантастика, которая не запрограммирована. Тут же 3 часа 37 минут. Это 58%. В реальности еще меньше. То есть это в реальности 3 часа. Вот 58% заряда это где-то 3 часа при вот текущих настройках. Это очень как бы грустно. Следующая грустная вещь 720p камера, которая находится вот здесь. Слава богу не в клавише, потому что я всегда видел, кто пользуется ноутбуками Huawei. У них геометрия была странная, но когда в клавише спрятана была камера. Здесь камера стоит по центру, но 720p в обзоре на сайте увидите фотографии, сделанные на эту камеру. Они расстраивают. И все настройки, которые есть, там, кадрирование и прочее не играют роли, потому что ты рассыпаешься в квадратики, по сути. Ты размытый, некрасивый и, может быть, так и надо. Такой Халк. Ну, одним словом, я теперь вижу людей с плохими камерами всегда, и здесь камера плохая, к сожалению. При этом, удивительно, 6 микрофонов, которые здесь находятся, они классные. Помимо микрофонов, я хотел бы показать, как у нас работают динамики. 6 динамиков или 4 динамиков, точнее 6 динамиков, 4 микрофона. Кстати говоря, на нижней панели находится. Давайте послушаем. А что? 200-мегапиксельная камера. Сможете напечатать огромный плакат на всю стену? Значит, Брандмауэр завесить. На самом деле, я вам сейчас открою страшную тайну. Чем больше изображение, которое выпечатает. Греется. Вот, ой, как он греется. И клавиатура начинает разогреваться. Вот тут она относительно холодная, а тут теплая. И меня при наборе текста, я набрал здесь десяток текстов за месяц. Меня, конечно, это расстраивает. Расстраивает в полном смысле этого слова, потому что ты начинаешь печатать и сталкиваешься с тем, что просто пальцем горячо вот здесь. А это еще даже лето не в самом разгаре. Давайте посмотрим, что у нас тут получилось. Ну вот, 38 градусов, уже 38,5, 38,6. Что у нас слева? Слева 34,5, справа 34. Разница не такая огромная, но вот тут прямо она ощущается по клавиатуре. Вот эту часть мы не трогаем, поэтому, на мой взгляд, это не так уж важно. Производительность и прочие вещи здесь не играют большой роли. Куча... Ну, не то, что не играют, потому что дискретной карты здесь нет. Интегрированная графика Iris от Intel. Пока доступно 16 гигабайт терабайт встроенной памяти. 32 гигабайта оперативной существует, но где ее найти, не очень понятно. Теперь смотрите, у нас есть панель управления Huawei. И я хочу сказать, что это фирменная штука, которая всем известна. Я не пробовал предыдущий мейтбук X Pro, но я честно прочитал все обзоры, которые касаются этого аппарата, касаются предыдущего аппарата. И все так хвалят, что тут все летает, быстрый процессор, еще 12-й, 13-й. Все просто настолько, что диву даешься. Панель управления Huawei написана криво. Я нажал на нее. Ну, вы видели, да? Но это не называется летать. Вот теперь она уже в памяти есть. Теперь она каким-то образом летает, но при этом вы видите, что анимация, на мой взгляд, опять-таки, она настроена не лучшим образом, она не совсем приятна. Мне, во всяком случае. Вообще, приколы Windows заключаются в том, что есть какие-то вещи, которые с Windows 97 или 98, точнее, остаются неизменными. Например, у меня была проблема, зависла настройка. Я не мог вызвать из дока, из панели настройки. В них просто не переходила система. Я записал про это видео, это очень смешно, это очень грустно, но это до сих пор существует. Это не говорит, что Windows там плохо. У меня сегодня на MacBook, например, App Store подвис, в цикл вошел, просил одно и то же сделать, и при этом он не работал так, как должен работать. Это основная проблема с этим. Идем дальше. Наверное, говоря про систему, про производительность системы, про прочие вещи, я бы сказал так. Если у вас на сегодняшний день, ну вот вы видите, да, вызываю меню, прям вылетает. Если вам нужна печатная машинка хорошего качества, вот она перед вами. Мне не нравится то, что периодически в ней включаются вентиляторы при простых задачах, при простой работе. Термопакет реализован здесь не очень хорошо, на мой взгляд. Но больше 38-39 градусов он не греется. Ну вот 38,6, ну там хорошо, 39, возможно. Он не греется в обычных задачах. В производительном режиме он может греться значительно сильнее, если вы нагрузите. Но вряд ли вы будете это делать, там конвертировать какие-нибудь зубодробительные видео и прочее. Мне нравится экран. Мне нравится то, что у него геометрия 3 на 2. Это приятная геометрия, приятная для работы, для текстов и так далее. Потому что если мы говорим про тексты... Вот у меня какой-то текст был набран здесь. Это бирюльки. Ну, в общем-то, все хорошо. И в этом аспекте здесь есть куча вещей, там Superhub, которые совмещаются с другими устройствами, например, со смартфоном Huawei. Это стандартная история. Что мне нравится? Мне нравится клавиатура. Датчиком отпечатка здесь я практически не пользуюсь, потому что Windows Hello распознает меня достаточно быстро и в этом нет проблемы. Но мне не нравится, например, спящий режим. Вот смотрите, да, он сейчас не уснул. Это режим сна, который не настраивается, кстати говоря, нигде. И достаточно быстро он вот вышел из режима сна. Режим гибернации здесь, он де-факто отсутствует, потому что этот режим приводит к тому, что аппарат выключается. И распознавание старт занимает 10-15 секунд. Это не то, что закрыл крышку на MacBook и открыл, начал работать. Вот это как режим сна здесь. Режим гибернации, к сожалению, во-первых, тратит энергию 2% в сутки примерно от заряда батарейки. Во-вторых, я словил интересный глюк. Лежит ноутбук на столе в режиме гибернации, ничего там нету, никаких вейкапов и прочих вещей. Начинает до 2 минут работать вентилятор сам собой. Раз в сутки примерно такое у меня случалось. И это не то, что происходит с моей машинкой. Оказывается, это происходит со многими машинками Huawei, которые существуют. Сейчас все такие, вау, там раздавил Huawei и прочее. Никого не давил, просто рассказываю о том, с чем можно столкнуться. Это достаточно, на мой взгляд, важно. Ну, что могу сказать? Да, потому что кто-то сейчас подумает, все, там прошелся катком по Huawei. Несмотря на все перечисленное, машинка мне нравится. Если вам нужна классная, внешне выглядящая машинка с хорошим экраном. Экран здесь хороший, у него антибликовое покрытие. Кстати, в премиум версии оно есть, в обычной версии его нету. Открывается одной рукой, стартует и так далее. Вот эта машинка, она перед вами. Стоит она сегодня, конечно, ну ой-ой-ой. Я вообще о цене в последнее время как-то пугаюсь, потому что когда, особенно среди ноутбуков, я выключен, я не покупаю ноутбуки там каждый год. Я покупаю достаточно редко. Цена не премиум версии 143 тысячи и 157 премиум версии, если смотреть сайт Huawei, как они продают сейчас в России. И это достаточно дорого, с одной стороны. Ну то есть, премиум версия почти, ну опять-таки, да, устаревшие сведения не полторы тысячи долларов уже, а где-то, точнее не две тысячи долларов, где-то полторы тысячи долларов, учитывая курс 85, наверное. Вот как-то так. Но, что я хочу сказать. Машинка достойная, машинка на Windows. Если вам нужен Windows, пишущая машинка, почему нет, вот она перед вами. Если вам нужна, ну там, пишущая машинка, бухгалтерия, обычные сценарии использованные, не тяжелые. Если вам нужна производительная машинка, которая вот прямо, ух, ну греется, он нет, не пойдет. Время работы маленькое. То есть, вот здесь тоже нужно понимать, насколько вам нужна мобильность. Он мобильный, он классный, но вот эта мобильность, она не очень быстрая, скажем так. Следующий момент. Вот зарядка. 90 ватт, это с премиум версией. 65 ватт идет с обычной. Достаточно длинный кабель, все как бы привычно. Заряжается этот ноутбук порядка 80 минут. Полное время зарядки. 80 минут. Это много, ребят. С одной стороны, по сравнению, для рынка ноутбуков это немного, достаточно. Но учитывая, что 6-8 часов работы экрана в обычных приложениях, это прямо идет разрядка. И хотелось бы заряжать его быстрее. В целом, вот сравнивая со своим макбуком, ну, наверное, нельзя сравнивать ему, там, два с половиной года. Ну, хорошо, возьмем макбук про 14 дюймов. Он стоит значительно дороже на M2. Значительно дороже. То есть тысяч от 70 до 100 сверху надо будет доложить. То есть это абсолютно другой класс. И получается у нас достаточно, вот для меня смешанные впечатления. Потому что MateBook X Pro очень приятен. Вот я его беру сейчас в руки, он прямо нагрет. А второй момент. Все равно за эти деньги, вот по соотношению цена-качество, ничего другого выбрать-то. Ну, если только старые машинки какие-то искать. Хотите сэкономить? Возьмите MateBook X Pro премиум версии прошлогодней. Тысяча тридцать тридцать пять сэкономите точно. А самое главное, в производительности вы вообще не потеряете. Потому что без провода он вообще настроен так, что он не выдает максимальную производительность изначально. И это, ну, наверное, прикольно. Прикольно, потому что, ну, такая хорошая пишущая машинка. Ну, вот на этом все. Больше мыслей изложу, наверное. Я уже там делился мыслями про MateBook X Pro, про Windows ноутбуки. В обзоре этого устройства, которое появится или уже в момент, когда вы смотрите, появилось на сайте. Так что заходите в гости. Буду рад. На этом все. Удачи. Хорошего настроения. Пока.